Привет, дорогие! Я Лера Павина и вновь добро пожаловать на канал Поклонение без предрассудков, где мы не боимся говорить честно и откровенно на любые темы, как духовные люди. И сегодня у нас постоянная рубрика – это комментарии событий, которые развиваются с такой скоростью, что просто не успеваешь снимать ролики. Я хочу просто духовно порассуждать с вами в свете новости. Ну, это уже не новость, в принципе, что на 97-м году жизни ушла в мир иной английская королева Елизавета II. И свое личное отношение, то есть как я восприняла эту новость, я сказала в Телеграм-канале. Здесь не буду озвучивать из соображений политкорректности. Поэтому не забудьте подписаться на Телеграм-канал, там каждый день выходит контент. Убедите, что вы подписаны на YouTube, но это американская площадка, а у России с Америкой, как известно, сейчас не самые лучшие отношения, поэтому неизвестно, что будет с Google на территории России. Для этого я создала два клона этого канала на российских площадках – Яндекс.Цен и Рутуб. Проходите и подписывайтесь туда. Итак, давайте рассмотрим все, что вообще происходит в мире, что нам хочет сказать Бог. Значит, сменилась наконец-то в Англии власть. Спустя столько лет, сколько Путин не живет. Потому что в 1953 году, получается, где-то в июле, Елизавета II взошла на престол. И правила 70 лет. Вот буквально пару месяцев назад она только появлялась на людях, праздновали 70 лет ее короны. А Путин родился в октябре этого же года. То есть она, правила больше, ну вообще столько не живут. И потом нам будут что-то говорить про демократию, про сменяемость власти. И, между прочим, сменяемость власти не только-то в Британии. Она также монархиня была, ну и, в принципе, как любой английский монарх, правит еще над 14 странами, включая, внимание, Новую Зеландию, Австралию, Канаду. Да-да-да. Вот. И что еще? Значит, что входит в сферу ее влияния? Она глава двух палат парламента. Она может наложить вето на закон и так далее. Она глава судебной системы. Вот оно, да, государство не влезает, не должно влезать в судебную систему. Правитель не должен лезть в судебную систему. Следующее. Она верховный главнокомандующий. То есть, ну я говорю она, а вообще о ней же как бы новость больше, но имеется в виду монарх английский. Верховный главнокомандующий. То есть она объявляет войну. Вот. И так же она назначает премьер-министра. Вот, кстати, когда она успела назначить, потому что как-то вот прям и премьер-министр сменился в Англии, и монарх сменился. И когда премьер-министр успел быть назначенным, как-то вообще скоропостижно она скончалась. То есть как-то вот объявили, что ей стало хуже, и она умерла. Не знаю, помогли ли или как. Успела ли ручку поцеловать вторая Лиза, точнее Листрас, я имею в виду, Елизавете Второй. Успела ли она поцеловать ручку, неизвестно. Вот. Но вот так или иначе, королева назначает премьер-министра. С королем, кстати, она уже встретилась с новым монархом. И если бабушка не успела, то ее сынок уже ее, так скажем, благословил. Но что я хочу сказать. Самое-то главное, как вы думаете, главой англиканской церкви кто является? Правильно. Тот же английский монарх. Представляете, да, не Христос, главой англиканской церкви является монарх. Сейчас прочитаем. Каждый посвященный в сан в церкви Англии должен выразить в письменной форме согласие с 39 статьями и книгой общей молитвы. Ну, это кредо, духовная кредо. Но еще что оно должно сделать? Принести клятвы верности монарху как внешнему верховному руководителю церкви и канонического послушания епископу. Понимаете, да? То есть, чтобы тебя посвятили в сан, ты должен присягнуть, значит, королеве. И что британский монарх еще может сделать? Британскому монарху принадлежит исключительное право назначать архиепископов, епископов и настоятелей кафедральных соборов церкви Англии. Подбор кандидатов за вакантные епископские кафедры осуществляется премьер-министром, независимо от того, принадлежит ли он сам к церкви Англии. То есть, вот безбожник, если, или там представители меньшинств, вот, они все могут выбирать епископов. Вот, я хочу подчеркнуть, прежде чем сейчас скажу, что я, моя профессия, ну, как бы, я дипломированный специалист, моя профессия – это английский язык. Я очень люблю английскую культуру, литературу. И вообще Англия, Британия – это в списке моих стран, которые я хотела бы проехать от и до. Но это не отменяет то, что я сейчас скажу. Мне очень, как бы, симпатично положительная характеристика англичан, да, их сознание – это их вот точность, да, потому что я такая больше, я музыкант, я больше люблю, там, импровизацию, вот, а вот эта точность, она меня вот покупает. Но отрицательные качества у англичан – это их лицемерие. Вот, чем еще известны англичане? Они известны не только своей точностью, но и лицемерием. И вот, посмотрите, англосаксы, они заполонили, ну, так скажем, навязывают свою культуру вообще по всему миру и свои ценности, и верят, что они вот до сих пор правят миром. Вот уж у кого имперские амбиции, так это у англосаксов. Вот, то есть все говорят на английском языке и так далее. То есть они нам навязывают ценности, а сменяемости власти у самих королевы, 70 лет, которые они очень любят, они нам говорят там, что судебная система, да, не должен президент влиять на судебную систему. У них королева, значит, глава судебной системы. Но самое-то страшное, что даже англиканская церковь целиком и полностью – это просто под пятой монарха. Вот, и понимаете, я к чему это клоню, да, что какое сознание, вот я в прошлый раз говорила о менталитетах, да, и вот какой менталитет у англичан может быть, когда у них вот королева, король, они главы церкви, а не Христос, которые назначают епископов. То есть церковь от государства не отделена, то есть церковь, получается, должна благословлять, ну и не должна, а и благословляет, если королева их назначает, да, все беззаконие, которое решит, взбредет политику, да, вот, она не может обличать, ну не может нести функцию церкви. Вот, то есть какой менталитет у англичан? Все, что делает правительство, это от Бога, да, потому что это Божий помазанник, Божий ставленник. И все, что мы делаем, все, что делает наше правительство, это делает Бог. И вот это, наверное, и объясняет всю ту жестокость по отношению к тем народам, которых они колонизировали когда-то, и никаких иллюзий никто не питает по поводу них, ну тех, кто у них был совсем недавно, еще, так скажем, в рабстве, да. Вот, я опять рассуждаю вот о менталитете. Просто, ну вот так вот вам для размышления. Теперь давайте переключимся от англичан и посмотрим на события. Вот, просто я считаю, что это знак, что в течение недели умерло два не просто выдающихся политических деятеля, а умерло просто две исторические личности. Что Елизавета II пойдет в историю, что Горбачев, ну второй, я имею в виду Горбачева, да, в течение недели они умерли друг за другом, две исторические личности. Что нам хочет сказать Господь? Просто, наверное, он нам показывает, что сменилась эпоха. Сейчас начинается новый абсолютно раздел в истории, абсолютно другой. А если еще к этому приплюсовать смерть других выдающихся людей, ну так скажем, не обязательно со знаком плюс, но то, что они были, отличились в истории, это факт, да. Это смерть Жириновского, смерть Кучмы и Шушкевича. Вот Кучма и Шушкевич в Беловежской пуще подписали договор о развале СССР. Вот просто все люди XX века, можно сказать, которые имели значительное влияние в XX веке, они уходят. Вот и я думаю, что Господь нам говорит, он готовится к домовому времени. Какое оно будет, я не знаю, потому что на самом деле я не знаю, кто страшнее был Елизавета или ее вновь пришедший сынок, так скажем, ну, пришедший на трон в смысле, я иллюзий не питаю. И еще, что интересно, в Англии сменилась сразу и королева, и премьер-министр. Вот, ну, как бы это тоже, мне кажется, какой-то знак, ну, сразу как-то вот все так поменялось. Ну, какой это может быть знак, напишите, пожалуйста. В общем, вот такие мои мыслишки, может, немножко сумбурные, вот, но хотелось бы от вас получить какую-то обратную связь, что вы об этом думаете. Увидимся в следующем видео. Пока!